ребят всем здравствуйте хочу провести вместе с вами заключительную пересадку орхидеи в 2022 году меня сподвигнула на это то что ко мне поступила ну так скажем новая коран которая для меня еще не изведана не пробовала не сажала поэтому будем в данном видео экспериментировать вместе с вами и у кого-то может быть возникнет такой вопрос почему она делает зимой пересадки ребят чуть позже я вам об этом расскажу и покажу что это делать можно вне зависимости от времени года перед вами вот здесь стоят две орхидейки 2 орхидеи мы пересаживать не будем смысла здесь я в этом не вижу но одну из них точно вместе с вами пересадим вот ребят вашему вниманию вот эти вот представлены 2 орхидея вот это вот орхидея я себе заказывала покупала это красавец желтый вот такой беглиб название правда честно не знаю если вы вдруг знаете можете подсказать якобы в названиях но не то чтобы не сильно я имею до представления об определенных сортах но чтобы прям каждую каждую знать мне это по сути не нужно я знаю что то красавица расчудеснице риска действуется и в общем меня так все устраивает а вот это орхидея кстати я не знаю как она вообще выглядит как она называется потому что это орхидея из миксом в этом видео вы можете изначально посмотреть что за это орхидея быстренько повторю это то из орхидеи которая была купленная мною 11 убитых орхидей так было видео названо и она одна из них сейчас по прошествию времени я уже могу ее пересадить а изначальный ребят я вообще подобрала для этого видео для пересадки вот эту орхидея но знаете так как это орхидея для меня ценно мне я люблю беглиб и мало то что такое красавица думаю ладно над тобой в данной ситуации экспериментировать не буду я поэкспериментирую над это орхидеи не скажу что мне жалко да если в случае чего что-то пойдет не так но по крайней мере я не знаю какой то сорт вдруг это чисто белая орхидея есть у меня такая в коллекции ну как сказать каждую орхидею жалко но этот сорт мне больше всего жалко поэтому если будет все хорошо благополучно орхидея хорошо отзовется на кору то эту конечно орхидею все последующие обязательно будем пересаживать именно в ту кору в общем давайте перейдем от к этой орхидеи изначально я ее замачиваю но у меня прям вообще сухая сухая вот я ее поставила здесь на полив поливать можно вообще сколько угодно хоть там полчаса хоть час как вот у вас время есть и пока она у меня здесь стоит поливается сейчас я вам сделаю видео обзор а видео обзор ребят именно на кору буквально и днях я получила для себя и для вас ну то есть на продажу именно вот эту вот кору это карам сосны пине производитель ее португалия ранее мы покупали архиату из новой зеландии мы уже знаем да что такое архиата какой-то потрясающий субстрат какая-то великолепная кара и как орхидеи к ней относятся ребят этом но как сказать может быть и сказать то что это аналог архиаты нельзя но прямо на языке вот это слово так и стоит что-то аналог архиаты потому что сосна пинеи что и у архиаты они в принципе одинаковая что-то сосна пинеи что это сосна пинеи но ребята португалия и новая зеландия производит то есть и готовят и перерабатывают эту кору но немножко по-разному не совсем чтобы одинаково по-разному и вот это вот отличие она и есть насколько я поняла прочитавшись и насмотревшись получается у них что новой зеландии вот именно архиата они ем готовят при температуре 65 градусов то это выпаривает вываривает они делают процесс старения а вот эту кору именно которая из португалии и и также состаривают и и также вываривает выпаривает и она там получается процесс обработки однако термическая обработка 87 85 градусов такое но единственное насколько я поняла вот она не заселена триходермы вериды и доломитовой мукой что было у архиаты вот эти вот два минуса но глядя на сумму эту кору вот когда изначально получила пакет открыла я вот даже просто смотрю ну так скажем своим профессиональным глазом что эта кора качественная ребят здесь три фракции это самая маленькая 6 12 миллиметров по моему нет вот это вот кора даже еще мельче чем вот здесь вот это вот кора прекрасно подойдет для малышей для реанимашек и на верхний слой посадки это средняя кора 12-15 по моему миллиметров она вот такая вот еще более подробную информацию вы можете у меня потом прочитать и найти в социальных сетях в различных вконтакте в одноклассниках ссылка есть в описании под видео а вот это вот кора она самая крупная 15-20 сантиметров она идет вот такая вот и тоже глядя вот даже на эту крупную кору да даже на мелкую глядя кору она ребят ну вот очень и очень схожи именно с археат и каждый ее вот краешек он у нее получается обработан ну то есть галтованы у нее нет острых углов ни в одной из этой фракции она вот прям все такое гладкое хорошее и здесь тоже самое видно что кора сама по себе она обработанная и как заявляет производитель вообще в идеале это карат чтобы была готова к применению ее нужно два дня вымачивать в воде чтобы она имела хорошую впитываемость я ребят не люблю вот эти вот все процессы подготовки до два дня до еще сколько-то дней мне нужно здесь сейчас потому что я всегда вот пришло в голову да я решила что хочу я буду сделать прям здесь и сейчас и а вообще если вы даже пересадите прямо из пакета вот получили до коров вот в таком виде как есть и мы сейчас будем вместе с вами это делать начинаете посадку страшного только ничего в этом нет единственное что нужно будет это закладывать какие-то важные компоненты именно в саму посадку чтобы они отдавали вот это вот коре влагу чтобы она научилась побыстрее впитывать в себя вовсе в воду вообще вот мне нравится честно это лучше признаюсь и скажу это лучше чем наша обычная сосновая кора почему у нас россия не научилась производить до сих пор но для нас архоманов арховодов именно кору хорошего качества коры у нас вал деревьев там сосен у нас очень много но мы почему-то вот используем импортная потому что более лучше да вот у них улучшена этот процесс и орхидеи лучше всего отзывается откликаются на данные грунты но с виду мне нравится прям даже на вид но ничем не отличается от архиаты единственное что в архиате можно было когда вот ты берешь пакет достаешь и ты видишь местами такая как белая что-то не то плесень это мука это была доломитова мука которую многих смущало говорили что это плесень и вот это ребят тоже в процессе термической обработки кора сама по себе ну как я предполагаю не должна давать плесень и гнили что может происходить с нашей обычной сосновой корой это мы тоже конечно уже все увидим в процессе того когда орхидея у нас будет сидеть в данной коре и обязательно в итог видео я вам запишу мы об этом мы это увидим в данной посадке я буду использовать сразу все три компонента данной коры вот прям язык на языке архиаты интонные архиаты привычка уже тоже выработалась годами что работала я только лишь с архиаты это получается ну где-то месяцев пять как нет архиата у меня на данный момент и мне очень-очень приходится туго потому что какие-то орхидеи хорошо отзываются на обычную сосновую кору какие-то не очень и ребят в этой орхидеи смотрите вот прям три активных корни растут и если я сейчас начну дергать так как есть я их конечно буду повреждать и поэтому я изначально вот решила что я испорчу горшок но корневую систему и орхидейки сохраню начать дергать и тянуть так как есть это есть хорошо для нее активные корни тем более что повреждаются и потом травмируются в этом месте может начаться плесень и так далее кстати я вам забыла сказать изначально о том почему же все таки я показывал прям вместе с вами сейчас пересаживаю орхидею и почему я считаю это нормой делать пересадки в любое время года ребят потому что у меня на моих окнах прекрасные условия то есть у меня температурный режим так сколько у меня температура 22 где-то 22 25 25 тоже считается жарковато но даже вот это вот температура для них идеальное освещение и получается что у них круглый год ну конечно какие-то имеет орхидеи свойства отдыхать какие-то орхидеи в активном росте вот как мы видим сейчас и вам сейчас тоже еще чуть позже покажу вот это вот орхидея даже по этим трем корня видно что она у меня в активном росте это говорит о том что я ее могу без труда пересадить в любое время года так что вывод один если у вас соблюдены условия если у вас температура освещения есть орхидеи в активном росте и но захотелось вам пересадить пожалуйста без проблем в общем здесь смотрю вместе держится и все так орхидея освободила вот здесь смотрю у нее кора очень мелкой фракциям скорее всего что ту кору новая исключенную я мелкой фракции использовать не буду я вот эту старую буду использовать давайте вот посмотрим сейчас данное видео запись идет от 29 числа 29 декабря получается три с половиной будем говорить месяца прошло с момента как они у меня вообще находятся вот в данной пересадке три с половиной месяца и вот это вот орхидея у меня нет фотографии можете вот видео посмотреть как изначально что было и вот это вот орхидея все она уже готова к следующей пересадке давайте вот так тряхну субстрат который есть я ребят орхидеи никогда не промываю ничего не промываю грунт вот этот который кора есть прилипшая как есть так и оставляю потому что если мы начнем сейчас дергать то что есть корень вырос в кору и начнется травматизация корня гнилостные процессы поэтому я не трогаю сейчас единственное что вот я вижу здесь плохое то беру отстригну вот прям ничего мне здесь убирать не придется посмотрите ребят вот эти вот корни мне у меня так и пойдут в посадку вот вместе с остатками от старого горшка ну потому что я травмирую если я начну вот прямо видите они сквозь отверстия так проходят даже если ну что-то попытаться как-то вот здесь вот корень тоже так хорошо лежит я оставлю так как есть ничего страшного потом в будущем когда будет пересадка еще там не знаю лет через сколько дай бог все будет хорошо я да могу это потом место удалить вот единственное что можно это вот это вот еще так укоротить больше делать но вот здесь прям ничего так все лишнего мне тоже здесь ничего убирать не нужно и давайте вообще в принципе посмотрим на ее корневую в целом мы видим что вот есть активный рост вот тоже у корню активный рост вот эти вот и ребят цвет корневой системы говорю для новичков абсолютно разного где-то мы видим его серым где-то зеленый а внутри вообще желтый это все хорошее все что твердое все хорошее даже здесь вот корни активные они видите такого белесого цвета это хорошие корни все что твердое все так и сейчас и что хочу сделать это вот эти вот листья их удалить для того чтобы мне заглубить посадкой вот этот корень и ой лист я его тоже буду удалять потому что видите сквозь этого листа проросли два новых корня чтобы мне сделать вот так посадку этот листик я удалю у нее остается вот такое количество это ребята нормально то что так вот листья удаляются ничего плохого в этом нет так что за листья не переживаем вот новый нарос пока находился у меня ребят хочу сказать что-то орхидея будет какая-то темно потому что даже по листу мы видим что этот темный какой-то но розовый бордовый не знаю что там будет в общем для этой орхидеи я решила что буду ее пересаживать по типу закрытой системы потому что орхидея себя ну как сказать повела как водохлеб наверное живя даже вот в таком обычном стаканчике и же ребят вот этого биглибчика я тоже потом буду усаживать по типу закрытой системы а потому что водохлеба вот прям любят пить только польешь там проходит насколько дней 5 неделя и поэтому я считаю что эти орхидеи прекрасно живутся в закрытой системе давайте мы примерим это у меня вот такие вот горшки так называемые этой дискетницы здесь хранятся ранее хранились диски спасибо моей соседке которых не в их приносит очень удобно в качестве посадки именно для орхидеи так да ей будет как раз здесь и по диаметру хорошо и по высоте вот тоже здесь все хорошо подходит а мне нравится что именно такой объемочек обязательно закрытую систему дренаж дренаж нам уже потом нужен будет в качестве полива но я вот иногда закрытую систему либо погружая полностью как ну обычно погружение до орхидеи при обычных посадках либо потом в уровень дренажного слоя наливаю воды и вот так вот орхидеи пьет и здесь на нижний тоже уровень сразу вот такую вот крупную коробку это же вот эту вот новую также также ребята обязательно вам скажу про ее п.h. идеальный п.h. вообще вот это коран производится самим производителем как для орхидеи так что это не просто коран какая-то для мульчирования для каких-то садовых газонных а именно вот для орхидеи вот буквально столько немножко я положила коры и давайте тоже все вот так вот знаете чтобы корни меньше всего травмировались при пересадке вот эти вот активные видите она будет у меня это но вернее этот корень будет соприкасаться с стенками горшком я делаю иногда не всегда конечно вот иногда вот так вот просто опрыскиваю края это тоже вовнутрь горшка все здесь уже будет водичка и корень будет скользить по самому горшку то есть травматизации для него не будет а то начинаешь он как бы по сухому горшку скребет этот корень итоге он ломается они очень нежно вот эти вот у них места поэтому ребят крайне аккуратно следите за этим делом сейчас его сюда буду заводить и вот сейчас без проблем то вот касается во все стороны может куда ему нужно наклоняется и как бы не травмируется усаживаю орхидейку прямо и тоже усаживаю ее могут в такой уровень чтобы орхидея именно сама шея была в уровень горшка нужно просто немножко так вот аккуратно раздвинуть ей корни когда она станет хорошо повторюсь ребят еще раз если у вас есть время то чтобы заморачиваться с корой запаривать но вообще-то тоже когда архиату мы приобретали это изначально насколько я помню было такое тоже от производителя что вам необходимо кору замачивать из года в год сажала вот прямо с пакета как есть нареканий вообще не было прям вообще и работать конечно как всегда одно удовольствие приятно и скажу одно что вот у архиаты не было такого такого прям размера большого у них было чуть поменьше вот здесь прям у нас на дно самое такие хорошие куски крупной фракции как раз таки подходят они такие крупные большие для закрытой системы и тоже конечно плюс еще такой что заморачиваться не надо купил принес и давай с посадку как есть не нужно ничего нарезать запаривать его варивать под рукой только карандаш мне нужно знаете что вообще саму кого конечно туда его завести на самый низ потому что а потом начинает образовываться огромная пустота орхидея начинает быстро пересыхать и и поэтому чтобы такого не происходило ну конечно максимально ничего не стараемся прямо тыкать туда как вот ложится так она пусть и ложится хватит вот давайте посмотрим нос то вот только вот получается хватит крупной именно фракции еще смотрю можно один кусочек доложить остальное уже пойдет у меня фракция помельче это уже фракция 12-15 конечно фракция отличается вот я привыкла до что вот архиаты одна фракция здесь как бы она маленько другая ну ладно какая разница главное чтобы показала она себя хорошо чтобы орхидея не гнила не портила свою корневую систему здесь у меня орхидея сейчас ушла на низ поэтому маленько подтягиваю к верху и орхидея старается немножко завалиться в сторону а все потому что видите здесь там листьев вот таких вот широких длинных намного больше нежели с этой стороны и поэтому орхидейка начинает падать кора ложится в грунт точно так же как архиата вот прям точно также насыпала и она как бы уже сама по себе ровненько летла вообще без проблем все вот даже можно увидеть здесь где какие фракции ребят сверху я насыплю вот такую ее старую кору хорошо себя показала да это ее микрофлора это ее грунт я хотела вообще в посадку добавить мох лежит у меня даже под рукой но нет я лучше использую меня вот большое количество коры можно сказать пропадает я использую лучше ее в посадку ну и будет также почему я ну так скажем знаю слоями проделываю вообще всю посадку ребят тут почему я делаю именно вот такими вот слоями здесь крупная здесь средняя здесь мелкая потому что насколько мы знаем вот середина грунта очень хорошо держит влагу всегда и для того чтобы рассказать вот эти вот компоненты менее напитывались мы можем крупную фракцию и потом делаем мельче мельче самый вот мелкая кора она очень на сто процентов впитывает в себя в воду и поэтому чтобы менее происходило испарение мы на самый верх укладываем либо очень в огоюнкие компоненты видим ну допустим мог что у меня есть циафлора серомис либо вот такая мелкая кора кстати вот у этой коры когда она уже потом приспособиться в грунте у нее впитываемость как заявляет производитель стопроцентная будем надеяться также под воздействием термообработки кора сама по себе уже в процессе нет так быстро разлагается как обычная сосновая кора она имеет но более такую твердую структуру но если вы будете эту кору а точнее вообще все орхидею удобривать какими-то органическими удобрениями то под воздействием органики именно эта кора она будет но быстрее разрушаться а так вот ну как я вижу да вот на данный момент что если даже сравнивать с орхиата орхиаты хватает вообще чуть ли не на пять лет в одной посадке я думаю что с этой корой будет то же самое ну давайте теперь мы посмотрим вот такая быстрая вообще сказочно быстрая пересадка у меня получилось давно такого не было я ребят очень довольна как слон мне вообще я как увидела эту кору прям но очень рада конечно каждый архаман и думаю что меня поймет все наши вот эти вот радости орхидейные ну давайте посмотрим что у нас теперь вышла в посадке вот так будет лучше дренаж крупная кора средняя кора и мелкая ее старая тоже вот прям куда-то на шею залезла нужно мне здесь отодвинуть потому что вот давайте-ка я ее наверное еще маленько подтяну к верху потому что она заглубилась у меня я такого ну не приемлю в посадкой потому что бывает что где-то водичку наливаешь и попадает вода за счет того что орхидея там далеко глубоко сидит вода попадает на шею начинаются гнилостные вот эти моменты поэтому я ее лучше посажу выше и все так вот здесь мне получается коры не хватает и также ее старой корой досыпаю и вот ребят тоже держала даже такой кусочек коры вспоминаю вспоминаю архиад какие были хорошие времена но дай бог ситуация изменится в нашем мире к лучшему и тогда этот поставщик вновь придет к нам на рынок она тоже вот такой же вот но выглядит пылью да вот видите ее трогаешь когда и она вот такая вот ну грязь архиата была точно такой же и может быть когда ну архиату почему я никогда не мыла потому что она же была покрыта доломитовой мукой и когда ты начинаешь эти все свои термические тоже производить обработки это конечно все сливается ну эффекта уже такого нет даже архиата при неправильном использовании она давала плесень но это лишь только ваши погрешности и в этот раз я тоже решила что я не буду ничего здесь мыть и смывать вот такая вот она видите или это скорее всего тоже когда обрабатывали делали не буду так и ребят вот прям сейчас мы вместе с вами эту орхидею и польем для того чтобы орхидея быстрее здесь прижилась и так как у нас сейчас кора она абсолютно ну скажем сухая то ее нужно полить чтобы она имела впитываемость вот стою просто думаю о том что он бывает такие ситуации на ребят когда необходимо прям нам иметь под рукой вот сухую кору сухую кору мы а нет кору которая имеет малую впитываемость мы брали обычно такие там тоже куски наши обычно сосновой коры укладывали куда-то на низ пока она будет иметь впитываемость это очень длинно но вот кажется нормально все будет буквально полива 23 она будет иметь хорошую впитываемость вообще как производитель сказал стопроцентно ладно об этом мы узнаем чуть позже конечно как и ранее сказала я вам покажу что в процессе стало в любом случае даже вот если у меня сейчас практически взаимодействие с корневой системой не было орхидея может получить стресс и для того чтобы она у меня не стрессового я буду использовать вот такой вот природный антистрессовый препарат у которого состав входит натуральное водоросли там пахнет даже водоросли вот такой вот коричнево темный 3 миллилитра на 1 литр воды ребят вот этот вот антистрессовый препарат у меня есть наличие обращайтесь почта россии я вам могу отправить я с ним работаю уже наверно года два мне вообще хорошо прям понравился зарекомендовал себя так хорошо он их как удобрение идет и вот видите все растения в стрессом состоянии прям красным написано и она содержит но огромное количество макроэлементов так содержит более 40 микро нутриентов в том числе и и ци ленты ты ты аминокислоты фитогормоны ты 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 кору в общем много чего убирает любую экологическую грязь с растений поэтому советую рекомендую плохого никогда вам не посоветую не в качестве того чтобы продать я сама использую все эти препараты что вы видите на моем канале и просто лишь вот таким вот методом и я орхидей к погружаю именно методом погружения я могу пользоваться всегда даже вот с орхидеи в закрытой системе закрытая система это что такое это именно упрощает полив то что мы подливаем водичку на донышко и архи и все на это можно успокоиться но ребят для того чтобы изначально орхидея адаптировалась вообще к данному грунту для того чтобы она хорошо себя здесь чувствовала нужно полностью орхидея погружать ну как полностью а точнее на 2 3 3 2 3 2 3 от грунта не от дренажа от грунта одну треть оставляем чтобы нам не не попасть на шею и 30 минут вполне достаточно хочу что еще вам здесь показать что я на днях приобрела ребят у меня есть вот такой вот это ph измеритель грунта его можно вставлять в любые растения там не знаю дефенбахи какие-то аллаказии что у вас там еще может быть хоть куда здесь вообще отметка всегда стоит на семерке и как только но начинается процесс вот давайте-ка будем вместе с вами сразу посмотрим какой ph моей аквариумной воды хочу сразу сказать именно про ph вот этой новой коры у нее ph 5 и 5 6 половины так и вот давайте сразу посмотрим видно 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 что ph у нас ну вот каждая отметка это 2 где-то 6 и 2 ph воды у меня ну так скажем но в принципе нормально чуть под завышенную нормальный не такой уж критичный да там ни 7 не 8 и нисколько и стоит его убрать все отметка сразу уже становится на 7 водичку лучше не измерили и ребят я тоже как сама умная решила ph воды проверить с нескольких кашпо у своих орхидей и что получилось вообще чтобы измерить и понять ph нужно где-то знаете процентов на 70 вот это вот стержень отпустить опустить именно туда во внутрь грунта но обязательно условия у вас должны быть в этом не знаю сантиметров однако сантиметра 5 вы отгребаете землю у вашей диффенбахи допустим а потому что она же засоленность имеет и потом уже вставляете когда растение любое прям хорошо хорошо полито и вставляете измеряете а у нас орхидеи когда мы конечно можем поле эту орхидеи вот как на данный момент полит и у меня вот здесь сейчас орхидеи я могу ее измерить вставляю но ребят видеть у нас корневая система орхидеи абсолютно другая и мы можем повредить всеми вот этими манипуляциями когда вот так вот вставляешь горшок вообще ничего не показывает как есть таки было оказывается то что я вот сколько проходила про измеряла но ничего не меняется нужно вот как в данном случае да когда у вас происходит полив и вот вы хотите знать кислотность своего грунта какой там у вас ph то именно на данный момент вы это измеряете но скажу сразу же если вы хотите прям знать точный уровень вашей воды но вернее кислотность вашей почвы грунта измеряете свою обычную воду которую вы поливаете не знаю где вы берете из-под крана из-под чайника из фильтра вот у меня аквариумная вода у меня но в принципе нормально до хорошей такой плаш воды именно в аквариуме для орхидеи подходит но когда вы добавляете сюда любые удобрения до хоть что стимуляторы там и прочее знаете что будет повышаться кислотность потому что но все равно химию что-то там содержится различные элементы все берем обычную воду безо всего это для это для того чтобы узнать прям конкретный ph вставляем наш измеритель и тогда он начинает работать так вставляем давайте глянем смотрю маленько да вот на было 6 2 стала 6 и 4 маленько изменилось но потому что здесь у нас акафос когда уже будет следующий полив у этой орхидеи я могу тоже вставить его и узнать уже конкретный ph ну скорее всего как и аквариумная вода будет 6 и 2 если нам нужно изменить плаш конечно нам нужно здесь будет поработать либо с лимончиком с лимонной кислотой чтобы увести ее в более такую кислую среду более нормальную но для орхидей это хорошо у них вот 5 тоже вот как производитель говорит 5 и 5 6 6 и 5 но вот 6 и 5 если у вас всем это конечно уже не есть хорошо и вот поэтому ребят тоже вот можете себе такое приобретать и измерять свои орхидейки уже тогда точно знать нужно ли давать им лимонную кислоту или не стоит если у меня полива будет происходить чаще если полив раз в две недели то через полив все равно за каждый полив не нужно делать хотя бы через полив давать это вкус и вот сейчас сижу и смотрю ребят это мне лично для меня это говорит о многом давайте поднесу вам и смотрите вот такая ситуация видите вот этот уровень сейчас здесь только вода а было будет больше здесь вот уже получается ниже именно от этого уровня и ниже новая кора то есть ребят это говорит о том что кора сколько здесь времени прошло минут 15-20 сантиметр воды она забрала в себя для меня лично как для опытного архамана это большой плюс это говорит о том что кора впитывает значит мои догадки она они верны и вообще сижу довольно как слон потому что я понимаю что я имею дело с хорошей и качественной корой плохого никогда не посоветую сейчас посмотрю еще тоже уже вне видео оно постоит не знаю еще минут сорок и сколько воды она в конце выпит и в себя впитает ну что ж всем спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал всем всего самого доброго пока